По данным Росстатагентства, численность безработных в России с 1992 по 1999 год выросла почти втрое. И в августе 1999 года она составляла уже 9 миллионов 100 тысяч человек. При этом в 1993 году уровень безработицы в 60 регионах не превышал 7%. К 1995 году уже 77 регионов преодолели этот барьер. А в 1998 году в 57 регионах уровень безработицы превысил 13%, в 37 – 15%, а еще в 4 – 30%. Поэтому с начала 2000-х государство начало предпринимать меры по снижению уровня безработицы. В апреле 2023 года уровень безработицы в стране обновил свой исторический минимум, достигнув 3,3%. Однако на этом работа по содействию в трудоустройстве не заканчивается. В частности, сейчас по нацпроекту «Демография» проводится модернизация центров занятости. К концу 2023 года будет работать уже около 550 обновленных центров занятости. А в 2024 году количество новых центров занятости составит 900. В обновленных центрах реализуется множество проектов по трудоустройству. В том числе в них оказывают помощь женщинам, которые хотят вернуться на работу после декрета. А также найти новую работу и открыть для себя дополнительные возможности. В рамках нацпроекта женщины могут бесплатно получить новую профессию или повысить свои компетенции. А также получить финансовую господдержку в размере от 100 до 400 тысяч рублей на открытие своего дела. Для этого нужно разработать и защитить бизнес-план, а затем заключить договор с агентством занятости. Такой мерой поддержки воспользовалась Ольга Титова из Кандапожского района Карелии. Сначала она прошла переподготовку по нацпроекту «Демография», освоив профессию младшей медсестры. А затем различные курсы по изучению видов и техник массажа, получив соответствующие документы. После чего Ольга обратилась в агентство занятости, представив бизнес-план. И заключила со службой занятости договор, зарегистрировавшись в качестве предпринимателя. На полученные средства женщина оборудовала массажный кабинет, обучилась детскому массажу и начала практику. Сегодня ее массажный салон пользуется популярностью, а сама Ольга продолжает развиваться в профессии. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова